По образованию жительница Самары Ольга Яковлева медсестра. Около пяти лет проработала в больнице, говорит, привыкла к жесткому ритму. А когда стала мамой и ушла в декрет, появилось свободное время. Ольга увлеклась мыловарением. Это у нас будущий скраб Рафаэлла. Здесь у нас мыльная основа твердая, сахарная основа, для скраба масла кокоса, витамин Е. Все началось со случайного просмотра ролика в интернете, после чего Ольга решила постичь все азы процесса. Изучала видеоуроки, потом окончила курсы и получила сертификат. Так хобби превратилось в работу. На создание такой мыльной фигурки у рукодельницы уходит около часа. Если бы мне кто-то сказал, я не знаю, 5-7 лет назад, нет, я бы не поверила, я бы думала, что это не мое, потому что медицина, это было мое все. Сейчас это тоже так, но вот пока я сижу в декрете, решила заняться чем-то новеньким. Среди самых часто встречающихся хобби можно отметить такие, как рукоделие, рисование и музыка. Это доказывает опрос в социальных сетях. Творческих людей несложно заметить в толпе. Отличаются они особым подходом к своему делу, да и к жизни в целом. Буквки все, это как, знаешь, такие, вот буква А, пухленькая балерина. А, Э, О, и сразу голос звучит, он открывается. Когда детство прошло за кулисами, творческий путь – единственно возможный выбор, смеется Галина Митиркина. Она была певицей, выходила на сцену, а сейчас сама учит петь всех желающих и оценивает тех, кто выступает перед публикой. Галина входит в состав жюри международных вокальных конкурсов. Проводник многих людей, которые хотят попробовать себя в музыке. У меня некоторые говорят, что, ой, я вот маленькая была, и вот мама меня не отдала в музыкальную школу. Я говорю, да ты что? Да ничего не потеряно, тебе 40, не 140. Пожалуйста, давай, пой, пляши. Ты сейчас можешь это сделать. Не надо обижаться на маму, это не надо делать. Сейчас надо брать и заниматься. Уже более четверти века на сцену выходит и народная певица Клара Корнилова. Вокал полюбила еще в детстве, говорит о выборе жизненного пути, даже и разговора не было. Это будет вечно, как и любовь, музыка, потому что это наши корни. Как мы любим своих родителей, свою родину, свою землю. И, наверное, песни – это наша история, понимаете, наша музыка. Она у нас в крови. Психологи отмечают, превратить хобби в работу удается не всем, но тем, у кого получается, можно только позавидовать. Такие люди гораздо счастливее, у них реже портится настроение. Это разновидность деятельности человека, которая приносит ему удовольствие, который он занимается на досуге, который сопровождается положительными эмоциями. Соответственно, психологически, эмоционально хобби очень важен для человека, потому что оно делает ярким жизнь человека и вызывает положительные эмоции, помогает избежать стресса. Психологи утверждают, что хобби есть у каждого человека. Другое дело, что у одних оно конструктивное и приносит пользу, у других же, напротив, разрушающее или бесполезное. Например, полежать на диване со смартфоном в руках – это тоже хобби, но деструктивное. Однако встать на путь развития можно. Для этого нужно заняться самодисциплиной, скорректировать режим дня или даже недели и четко следовать плану. Бывает и так, что хобби меняется с момента знакомства и начала общения с новым человеком, который способен увлечь творчеством. Однако рассчитывать и надеяться на других не стоит. Лучше брать жизнь в свои руки и начинать заниматься интересным делом прямо сейчас, уверены эксперты. Мария Левина, Василий Калдашов, Григорий Плешаков. События.